В год 75-летия Победы в России появилось 20 городов трудовой доблести. Почетное звание присудили тем городам, чьи жители своим самоотверженным трудом приближали победу в Великой Отечественной войне. В городах трудовой доблести появятся новые памятники, музеи и другие объекты, увековечивающие трудовой подвиг жителей. В числе награжденных городов Самара. Более 12 тысяч человек приняли участие в сборе мнений по выбору места для установки памятной стеллы в город трудовой доблести. Самарцы предложили более 100 мест. Ну что же, это программа «Наша Победа. Это нужно сберечь». Я представляю гостей в студии. Дмитрий Владимирович Холин, руководитель регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». Здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим мы сегодня на эту тему и, конечно же, поговорим о партии «Единая Россия». Так вот, первый вопрос. Какие изменения, как вы считаете, ждут Самару с присвоением такого почетного звания «Город трудовой доблести»? Вы знаете, наверное, изменения будут носить как и зримый, то есть материальный характер. Вы очень точно сказали, что действительно закончился первый этап сбора предложений относительно выбора места установки стеллы. И завтра, кстати, так совпало, состоится рабочая встреча под руководством, я надеюсь, главы администрации города. Елена Владимировна Лапушкина предварительно подтвердила свое согласие провести данное рабочее совещание, куда будут приглашены представители всех ведущих и общественных организаций, в том числе и представители всех парламентских политических партий, для того, чтобы обсудить собранные предложения, их проанализировать, оценить возможности их реализации. Ну, потому что иногда могут быть же предложены места, которые невозможно сделать в силу ограничений. Ну, конечно, каких-то причин, да. Ну, кому, скажем так, подземная коммуникация, которая там проходит, и сверху установка, скажем так, монументальных сооружений не допускается. Просто невозможно. В результате этого будет сформирован итоговый список, и тогда снова наступит следующий этап точки касания с всеми, не только жителями города Самары, но в этом процессе принимают участие и могут принимать участие жители, как все Самарской области, в том числе и других регионов, потому что, например, в вопросах, связанных, когда начиналась только эта инициатива, поддержка самой инициативы, она была рождена в начале этого года, даже, точнее, в конце прошлого года впервые о ней заговорили. И тогда, вы помните, еще даже не планировалось, что сразу 20 городов, назывались разные, соответственно, возможности, что будет первая пятерка, первые семь городов именно в год 75-летия. Вот как-то попытка была поиграть, может быть, с этими цифрами. И, естественно, действительно 20 территорий включились в очень активную работу для того, чтобы, ну, скажем, показать всей стране, показать руководству страны, что действительно они совершенно объективно претендуют на получение этого звания. Было организовано в разных формах и онлайн, и оффлайн, соответственно, сбор обращений, сбор подписей. И мы знаем, что в итоге это завершило 714 тысяч самарцев, жителей Самарской области, и не только, кстати, Самарской области. Там есть и руководители смежных с нами регионов. Что самое интересное, это, например, Нижегородская область, Татарстан, Башкортостан, территории, города на территории которых тоже получили как раз это высокое звание. То есть здесь, наверное, был пример того самого единения, когда это было не соревнование, не конкуренция, а это была действительно демонстрация того, что назрел момент признать в том числе и трудовой подвиг. Ведь не зря же существует очень историческая фраза из известных, соответственно, стихотворений, что из одного металла льют, медаль за бой и медаль за труд. У нас так по истории, вы помните, что в советский период существовало звание города-героя. Затем уже в более современный период появилось звание город воинской славы. И совершенно, наверное, очевидно, логично, да, появление как раз именно в том числе и, может, даже завершение этой тройки, город трудовой доблести. Потому что фронт, бестыло, эти вещи, они неотделимы друг от друга. И трудовой подвиг людей, которые своим огромным трудом внесли бесценный вклад в дело Великой Победы, в год 70-летия Великой Победы, это действительно можно назвать восстановление или подтверждение исторической справедливости. И можно сказать, что этим решением президент страны, откликнувшись на предложение партии «Единая Россия», фактически подтвердил или восстановил историческую справедливость, признав вклад действительно миллионов людей в дело общей победы. Спасибо большое. У нас есть сюжет на эту тему. Я хочу предложить его всем нам посмотреть. Более 12 тысяч человек приняли участие в сборе мнений по выбору места для установки памятной стеллы «Город трудовой доблести». Всего предложено жителями более 100 мест. Напомним, 2 июля 2020 года особые заслуги Куйбышева, запасной столицы, где ковалось оружие победы, отметил президент Российской Федерации Владимир Путин. По итогам заседания Российского организационного комитета «Победа» президент подписал указ о присвоении этого почетного звания 20 городам страны, в том числе и Самаре. С 27 июля по 3 августа все желающие могли отправить свои предложения по электронной почте. Специальные ящики для сбора мнений были установлены в зданиях администраций внутригородских районов Самары. В ходе сбора мнений о возможном месте установки стеллы жители Самары проявили высокую активность. Сотни трудовых коллективов, предприятий, учреждений образования, культуры. Общественные организации приняли участие в первом этапе общественного обсуждения. География предложений охватывает все районы областного центра. От вертолетной площадки в Красноглинском районе до южного въезда в Самару и поселок Волгарь. От микрорайона «Крутые ключи» до «Стрелки», «Рек», «Волги» и «Самарки». От стадиона «Самара-арена» до Крымской площади. Среди предложений лидирует трудовая беземянка. Многие самарцы предлагают установить стеллу на Аллее трудовой славы на проспекте юных пионеров рядом с Триумфальной аркой. Также самарцы видят возможным установить стеллу у проходной завода РКЦ «Прогресс» на площади имени Мочилова, в парке «Пятидесятилетие октября», в парке «Молодежный», у ДК «Самарец», а также в сквере «Родина» и на благоустроенном бульваре металлургов. Популярным местом для установки стала и кольцевая развязка на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где располагается монумент Ил-2. В центре города увековечий трудовой подвиг жителей Куйбышева горожане предлагают на площади Славы, на пешеходной части улицы Ленинградской, на набережной реки Волга, в том числе у речного вокзала. Среди новых общественных пространств лидирует прогулочная зона на улице Авроры, между улицами Аэродромной и Мариси Тореза, которая в настоящее время комплексно благоустраивается. Жители предлагают установить памятный знак на территории будущего сквера. Комсомольская площадь у железнодорожного вокзала Самар и аэропорт Курумыч также фигурируют среди предложений. Окончательный шорт-лист места для установки стела Самара «Город трудовой доблести» сформирует специальная экспертная рабочая группа. Затем будет организовано электронное голосование. Скажите, пожалуйста, вот в последнее время в Самаре особенно стали заботиться, ну вот это лично мое мнение об исторической памяти. Скажите, пожалуйста, почему для партии, ну и, конечно, для города это важно? Ну, знаете, это вещи, потому что их, наверное, сложно друг от друга отделить. Во-первых, я думаю, что слово «последнее время» имеет более широкие параметры. Ведь наша история… И сразу же есть известная фраза, что тот, кто не помнит своей истории, он обречен на повторение ошибок. И действительно у нас в период нашей уже современной истории, современной России, вы помните, был период, когда, например, у нас перестали проводить военные парады. Ну, под разным, так сказать, объяснением, объяснить можно все, что угодно. И вот те базовые вещи, опираясь на которые люди, например, молодые люди после школы принимали решения о том, чтобы поступать в военно-учебные заведения, надевать форму на тот момент сотрудников милиции или сейчас сотрудников правоохранительных органов, понимаете, они как-то стали уходить вот куда-то в тень, на нет. К чему это привело? И это привело к тому, что очень сложный критический момент, когда наша страна оказалась перед сложным выбором, фактически будет ли сохранено единство нашей страны, единство Российской Федерации, то только, наверное, очень такие сверхтитанические усилия как раз руководства страны, в первую очередь президента страны, Владимира Владимировича Путина, привели к тому, что мы смогли от этой опасной черты отодвинуться. И не зря же Единая Россия в первую очередь удовлетворяла, или запрос был создания, когда люди шли в партию, именно люди – ключевой момент, что запрос на единство страны, на единство жить в большом, великом государстве, в сильном государстве. Наверное, действительно, сейчас существует второй запрос. У нас страна единая, но теперь она должна стать и сделать Россию, как сказал наш президент, Россия должна быть единой и сильной. Вот задача в номер два… Это вы сейчас говорите о новых приоритетах, да? Да, но опираясь… И в этом вопросе на что опираться? Опираться, конечно, на те вещи, которые уже были предметом для подвига, для подражения, для изучения, что именно стало, то есть самой моральной основой для того, чтобы можно было вот эти трудности, с которыми тогда столкнулись, преодолеть и выйти оттуда действительно победителем. Вы говорите «в городе». Но ведь мы же понимаем, что город – это что такое? Это не только дома. Это, в первую очередь, люди. Люди, конечно. И вот. Вот эта точка объединения, она существует, потому что партия, как общественная структура, она состоит из людей. Эти люди, в свою очередь, являются жителями нашего замечательного города. И когда мы находим вот такие точки объединения, то у нас появляется, скажем, действительно настоящая точка опоры, где вместе, как говорит наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, лидер, кстати, нашего регионального отделения, что вместе мы действительно можем больше. Вот в чем, наверное, есть и очень важный, я бы даже сказал, может быть, сакральный смысл этой инициативы, которая, да, она родилась как инициатива политической партии, партии «Единая Россия», но в конечном итоге она стала нашим общенародным, общероссийским достоянием. Вот все-таки, если вспомнить, обратиться к сбору подписей, как раз принимали инициативу, я знаю, еще и добровольческие движения, и партия «Единая Россия» как раз оказала содействие. Но вот когда инициативные группы начинали сбор подписей в регионах, в лидерах по числу голосов находился Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Саратов, Пермь. Вот применительно к нашему городу, как вы считаете, почему это произошло, вот именно наш город оказался в лидирующих списках? Ну, знаете, наверное, здесь ответ он тоже на поверхности находится, потому что Куйбышев – это город, имеющий статус запасной столицы, что самое интересное по истории решение о присвоении статуса, оно есть. А вот, скажем, какого-то решения о том, чтобы этот статус снять, его такого формализовано не существует, и поэтому можно сказать, что исторически наш город так и продолжает нести задачу по готовности быть запасной столицей нашей страны. Безусловно, огромный экономический потенциал. У меня у самого, мои родственники, моя дедушка с бабушкой, они приехали сюда именно из Москвы в результате эвакуации авиационного завода. То есть это и лично ваша история? И вот я думаю, что вот этот вот генетический код, который наложился на эту инициативу, он действительно существует в очень большом количестве семей, до сих пор проживающих, проживающих, точнее уже потомков, этих героев, на территории как раз нашей Самары. Отсюда и такой интерес к данной инициативе действительно неподдельный. Потому что очень большое количество общественных организаций принимали участие в сборе подписей. И я общался со многими, никто не говорил о том, что он испытывал какие-то либо проблемы. Это было и на улицах. Действительно, мы видели, как, например, 23 февраля этого года во время церемонии возложения, тогда еще не было никаких ограничений, стояли стойки, и к ним были очереди. То есть казалось, ну вот что заставляет людей стоять в выходной день. Никакая там не мобилизация, не обязательность. Наверное, это действительно был некий душевный порыв, когда ты соприкасаешься и можешь сказать, что я принимал участие в том, чтобы это историческое действие совершилось, и наш город получил гордое звание «Город трудовой доблести». Потому что, знаете, действительно испытываешь какие-то определенные внутренние очень чувства волнения, когда приезжая или прилетая нашу областную столицу, по трансляции объявляет, что прибываем в аэропорт, то есть Самару, город трудовой доблести. Совершенно другое ощущение, куда ты прилетаешь. Ну вот, кстати говоря, звание «Город трудовой доблести», ну, конечно же, само по себе почетное, но и принесет ли это какие-то нашему городу дополнительные преференции, ну вот, к примеру, которые есть в «Городах-Героях». Так ли это? Вы знаете, я думаю, что, безусловно, это дать свой результат. Вряд ли это можно измерить прямо сейчас в каких-то там, денежных величинах. Я намеренно не сказала слово «материальное». Нет, нет, я думаю, здесь получится, как сейчас такое модное слово, синергетический эффект от ощущения чувства гордости за территорию, в которой ты пребываешь. Безусловно, чувство гордости те, кто к нам, гости, кто приезжают, что они приезжают в Куйбышев, запасную столицу, город трудовой доблести. И дальше отсюда идет вся цепочка, когда уже можно рассказывать почему, как, где. И вот, это, знаете, это даже повод с незнакомым человеком просто завязать хорошие отношения, потому что рассказываешь, откуда ты. Рассказываешь о своем замечательном городе, о своей замечательной родине. И вот, а так как статус города трудовой доблести, это уже определение, оно стало действительно общероссийским достоянием, то вот, отталкиваясь от этой точки, можно построить разговор с совершенно незнакомым тем человеком и сделать его, ну, как минимум, своим ежененомышленником, а, возможно, и другом. Вы говорили об общественных ценностях, которые пропагандируют партии «Единая Россия». А вот, о чем еще можно говорить в этом ключе? Ну, вы знаете, здесь все очень просто. Надо открыть устав партии, и прям буквально вот первые, на первых страницах есть стратегические цели, которые определяют основные, базовые, целевые смыслы деятельности партии, как общественно-политического объединения. Это, безусловно, сохранение единства, это, то есть, нашей страны, это суверенитеты, это защита прав и свобод непосредственно наших граждан. Это очень важный вопрос, он прямо идет, это работа, направленная на повышение качества жизни. Причем, вы знаете, вот, качество жизни, я вообще считаю, это, наверное, креугольный камень деятельности партии, потому что это очень многофакторное понятие. У каждого качество жизни свое. Тот, кто в силу, например, каких-то обстоятельств больше времени проводит, например, дома или на придворовой территории, то для него вопросы качества жизни, они связаны с состоянием его, там, многоквартирного дома или частного сектора, дорог, к которому он подходит, придомовой территории. Если человек, например, нуждается в получении услуг, там, или медицинской, соответственно, помощи, то, конечно, для него в первую очередь качество жизни будет измеряться вот качеством роста как раз деятельности здравоохранения. Если это, к примеру, человек, у которого приоритеты или, так сказать, дети, которые учатся и он через них видит, то это качество получения образования. Если человек значительную часть жизни проводит или у него есть часть времени в течение дня, который он дает своим интересам и увлечениям, может быть, это спорт. Неважно, чем он занимается, футболом, баскетболом, какими-то видами бокс, борьба и так далее. Может ли он этот качественно и, более того, с ростом этого качества у своих потребностей удовлетворять? Может быть, человек увлекается хоровым искусством. Это может быть объединение людей, которые объединяются в отношении животных. Кто-то объединяется в отношении интереса вокруг автомобиля и так далее или садоводы. И вот, если создается ситуация, при которой удается это качество жизни повышать, то тогда человек действительно участвует в этом процессе. А вот задача партии «Единая Россия» как партии власти состоит в том, чтобы обеспечить участие граждан в решении вопросов, касающихся качества жизни. Потому что, опять же, у нас есть для этого все инструменты. Это и президентские национальные проекты, которые одним из важнейших элементов определяют участие людей на всех этапах. Начиная от этапа планирования, контроля и дальнейшем уже, ну скажем, использования тех благ, которые получили. Это наши региональные программы, которые активно пропагандируют и внедряют в жизнь наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Более того, мы же помним прекрасно, что такая программа, которая сейчас стала федеральной, это программа «Комфортная городская среда». Ведь ее истоки-то они идут отсюда, от Самары. Это замечательный проект, двор, в котором ты живешь. Именно тогда были заложены те базовые принципы, что давайте использовать элемент вместе, соработничества. Да, улучшения прилегающей территории будут происходить, но обязанность по сбережению, соответственно, по созданию вот того самого здорового социального климата на этой территории берут на себя жители того сообщества, как благо для которых создаются. Потому что никто другой не будет за этим следить, никто не другой не будет это сберегать или, по крайней мере, делать так, чтобы те, кому положено, знали о том, что здесь, например, нужно усилить внимание или, например, те же самые асоциальные элементы отсюда попросить, чтобы они ушли. Если всем все равно, тогда эта территория станет бесхозной. И вот как раз это и есть сейчас одна из задач Единой России, потому что имея разветвленную структуру, более того, имея лидера губернатора Самарской области, мы имеем действительно уникальную возможность создать ситуацию, когда максимальное количество наших граждан смогут принимать участие в решении важнейших вопросов. Причем, как раз мы с того, с чего начали, связанное с присвоением города трудовой доблести, ведь самое главное действительно в том, что большое количество людей могут соприкоснуться с участием в этом проекте на разных этапах. Кто-то на одном, кто-то может пройти все этапы, когда это будет этап поддержки инициативы. Сейчас, как вы сказали, этап выбора места. Действительно, очень важно, где будет. Следующий будет этап, это выбор решения, как это будет оформлено. И более того, я абсолютно уверен, что конкурс о проведении отбора стеллы, как должен выглядеть, будет иметь федеральный характер. Да, вот вы как раз говорите про окончательный шорт-лист, место для установки стеллы, но вот тем не менее сформирует экспертная рабочая группа, все-таки когда это произойдет? Я могу по срокам примерно сказать так, что по выбору места, скорее всего, эта работа будет ориентировочно завершена, я так думаю, к концу лета, начала сентября. Наверное, может быть, даже это будет день города, когда можно будет подвести итоги и определить его. Параллельно с этим, я думаю, что он выйдет дальше, будут эти следующие этапы, это отбор уже лучшего решения, которое сформирует представление о том, что должно быть как раз обустроено в этом месте. Не сомневаюсь, что это будет федеральная инициатива, потому что пример, например, в отношении городов воинской славы показывает, что есть утвержденная Оргкомитетом победа по итогам Общероссийского открытого конкурса решение, которое описывает, как должна выглядеть именно та стела, которая устанавливается в этих городах. Кстати, она будет единой для всех городов? Вот сейчас все идет к тому, что это должно быть единое решение. Я пока еще сейчас воздержусь, я просто знаю о том, что идут подготовительные работы и, возможно, одна из федеральных структур, которая занимается сохранением вот именно исторического наследия, возьмет на себя обязанность по проведению данной процедуры, но, наверное, это и правильно, скорее всего, потому что, действительно, это должно быть что-то единое, это же общероссийское звание, но в то же время давать возможность подчеркивать уникальность той территории, которая это звание получила. по срокам, я думаю, что этот конкурс будет завершен точно в этом году. Наверное, подведение его итогов состоится в конце года, сейчас дату точно не могу назвать, разные могут быть тут и сроки. Дмитрий Владимирович, кстати, да. А вот установка уже и обустройство, оно начнется уже в следующем году и, на мой взгляд, как раз майские праздники, потому что город трудовой доблести, они прям идеально подходят для того, чтобы уже это историческое мемориальное сооружение было открыто с участием максимального количества жителей. Такие сроки, наверное, будут. Вот хорошо, но сейчас пока идет речь о месте выборов, все-таки лидером среди предложений стала безземянка, вот как вы считаете, это справедливо? Вы знаете, у меня здесь два момента, я сам-то тоже родился и вырос на безземянке, поэтому давайте мы сделаем так, вот рабочая группа, в которые включены представители во всех структур и сообществ, представляющих, я думаю, абсолютное большинство социальных сред нашего города, они примут решение, в том числе, опираясь на мнение специалистов. Но это будет решение не окончательное, это будет сделан набор из разных предложений, где уже как раз будет вынесено на основу общественное суждение, вот и по рейтингу голосованию будет отобрано то место, которое получит абсолютную поддержку граждан, где это мемориальное сооружение будет установлено. Вы знаете, я думаю, тут есть действительно смысл в этом конкурсе принять участие в голосовании и, может быть, даже в хорошем смысле за него побороться, потому как это должно быть однозначно очень комфортное, очень значимое, очень благоустроенное место, которое станет, мы очень понимаем, что точкой притяжения. Естественно, что раз это станет точкой притяжения, значит, это место, где это будет происходить, оно тоже приобретет новый смысл. Отсюда все, что будет прилегать к этой территории, так или иначе попадет под вопрос развития. И дорожная сеть, и коммуникации, и вопросы освещения, и безопасности. Это невозможно, это потянет за собой целую цепочку вот тех вот улучшений. Поэтому я уверен, что тот район или та территория, который покажет, что это место действительно у них самое лучшее, вот тут момент стопроцентный, получит след за этим и значительное количество конкурентных преимуществ, потому что, безусловно, они просто окажутся в фокусе внимания, как главы города, Елена Владимировна, так и губернатор области Дмитрия Игоревича. Вы сказали хорошую фразу, на мой взгляд, мне очень понравилась точка притяжения. Конечно же, это символ победы, эстафета памяти, а вот точка притяжения станет для кого, в первую очередь, как вы считаете? Знаете, я думаю, она станет для всех поколений. И, конечно, задача ветеранов это этот опыт передавать, находить возможности, делать так, что вот те, кто будущие наши, молодые люди, здесь, наверное, победят, мы победим тогда, или выиграем, наверное, когда мы увидим, что это место стало действительно любимым и посещаемым. Знаете, у меня на аналогии приходит в память история, связанная вот с Георгиевской ленточкой. Когда, вначале, когда эта акция начиналась как общественная, а затем уже все, что связано с символикой Георгиевской ленточки, мы видим, оно стало приобретать разные формы и виды. Это стало продаваться и в магазинах, и более того, это стало даже предметом украшения. Люди считают, или стали считать престижным носить ее. То есть, здесь стала другая ценность, не ценность, например, дорогих каких-то камней или золота, или что там. Нет, она же не делается. А именно вот та самая человеческая сакральная ценность, которая определяет, что мы в этом видим общность наших интересов. И вот, когда большое количество людей считают нужным и должным эту ленточку на себя одеть, ты понимаешь о том, что в Союз с тобой стоят действительно те, кто разделяет базовые ценности, на которых держится наша страна. И, кстати, они опять же определены в уставе партии «Единая Россия». Поэтому очень большое количество проектов, направленных на сохранение именно исторической памяти. У нас есть и партийный проект, который называется так, соответственно, историческая память. И в рамках него реализуется очень большое количество мероприятий, которые направлены на то, чтобы сохранять как и материальные исторические ценности, так и в том числе вот те духовные, опираясь на которых мы можем двигаться вперед. Потому что главная наша цель это действительно, чтобы наша страна была единой и сильной и уважаемой. А практическое воплощение состоит в том, чтобы эта работа направленная на повышение мероприятий, направленных на рост качества жизни жителей, качества жизни граждан. Да, возможно, не всегда все получается, но именно как раз вместе с людьми участие в решении важнейших этих вопросов дает возможность сделать или добиться так, чтобы эти достижения стали более быстрыми, более желанными. Спасибо вам большое за то, что нашли время, пришли, поговорили на эту очень важную, на мой взгляд, тему. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Это наша победа, это нужно сберечь». Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова